Продолжение следует... Продолжение следует... Беседа гораздо лучше. Больше интересных фактов с собой унесете. Итак, давайте представлюсь. Зовут меня Копнин Андрей, если кому-то это нужно, Александрович. Я сертифицированный бизнес-тренер, педагог-психолог, протекущий коуч. Я работаю с детьми в том числе и теми же самыми навыками мы с ними занимаемся. Если говорить про мое образование, то учился я в Бауманке, закончил ее в 2011 году. Специальность у меня инженер робототехника. То есть в целом, возможно, для кого-то я из вас даже коллега, возможно, не знаю. Бауманцев много у нас в стране, поэтому пересечения всякие возможны. Попадалось даже, что люди заканчивали те же самые факультеты, что и я. Может быть, те же годы, другие. В общем, было интересно. Итак, продолжая про меня. Если говорить про то, как я пришел в Центр специалист, достаточно долгий путь был. Касался он развития меня как профессионала именно в том, что я преподаю. То есть порядка 10 лет. Ну, уже, да, 10 лет в этом году как раз исполнилось. Занимаюсь я развитием себя, развитием других. Где-то год после вуза я работал просто продавцом, потому что в вузе не учат ничему, связанному с выступлениями, с работой, со стрессом. Считается, что техническим специальностям это не всегда нужно. Но пришлось самому прокачиваться. Поэтому то, что буду вам рассказывать, пропустил все через себя. И вырос до достаточно высоких должностей. Занимался обучением всех тренеров в крупной достаточно азиатской компании. Было очень интересно, классно. Решил поменять сферу деятельности, уйти полностью на вольный хлеба. В том числе и сейчас преподаю. Так, что же я веду, на чем я специализируюсь? Это ораторское искусство, креативное мышление, эмоциональный интеллект. Курс стресс-менеджмента, кстати, ближайший мой, стартует 18 сентября 2021 года. То есть считайте, что то, что мы с вами сегодня будем изучать, более полно и немножко в другом ключе там будет рассмотрено. В двух словах про сам центр-специалист не могу не сказать. В этом году 30 лет исполнилось. Очень здорово, очень классно. Ну, в принципе, достаточно давно уже учим людей. Это классно. И очень много, естественно, выпускников, много курсов, много учебных классов. Ну и, конечно же, преподавателей, что само по себе важно. Если говорить про гарантии, то в любом случае это гарантия качества, потому что, не дам соврать, в Бауманке учат примерно так же. Точнее, специалисты даже в некоторых случаях получат. Нам бы такие методики, но, возможно, я немножко отстал от жизни в Бауманке. Уже сейчас так преподают, но хотелось бы, конечно. Второе. Гарантия результата. Вы в любом случае получаете после обучения документ, который подтверждает вашу квалификацию. Вы прошли обучение. Это важно, это нужно. Нас, как преподавателей, может быть, кому-то это будет интересно, внутренняя кухня, тоже экзаменуют. То есть для того, чтобы получить допуск к какому-то курсу, я должен пройти некий экзамен. То есть я должен показать, что я владею данными, перед коллегами провести им этот тренинг, рассказать, показать. Ну, соответственно, потом уже меня допускают. Гарантия сохранения средств организации. Если вы так или иначе от организации приходите, естественно, ваши средства никуда не пропадут. Не уйдут. Ну, можно будет поменять благополучно на другого специалиста. Гарантировано расписание. Расписание. Вот у меня сейчас сегодня, вчера-вчера коллеги писали. Согласовали расписание на 2022 год, на декабрь. То есть у меня 2022 год тоже частично расписан. Ну, считайте, на год вперед планируем. Очень удобно. То есть ваше обучение тоже можно планировать и смотреть, что же будет дальше. Ну и, конечно, гарантия безопасности. Как связанные с пожарами, со всем этим я не рассматриваю. Так и то, что сейчас с точки зрения того же самого ковида требуют. Естественно, все есть. Все в масках, со всякими санитайзерами. Все это как есть. Чего же мы с вами сегодня рассмотрим? Наш вебинар, повторюсь, называется «Чего не стоит делать при стрессе?» Разберем, что вообще мы часто делаем при стрессе сами по себе. Чего не стоит делать. И наметим, конечно, предпосылки того, что можно делать для того, чтобы чувствовать себя более уверенно. Суть в чем? Когда мы... Об этом я еще буду рассказывать более полно. Когда мы живем, зачастую мы живем на автомате. Какие-то вещи, которые у нас происходят в голове. Ну, вот просто как привыкли жить, так и живем. Соответственно, не всегда это помогает, не во всех ситуациях. В каких-то ситуациях это здорово помогает, в каких-то нет. И давайте не буду забегать вперед, тогда чуть позже расскажу конкретно про что я. Прежде чем начну, давайте мы с вами примем правила, коллеги. Небольшие, они достаточно простые. И первое правило – это правило одного микрофона. Правило одного микрофона означает, что микрофончик у меня, я говорю. Ну и получается, в чате я могу видеть все, что вы пишете, поэтому пишите в чат. И второе – задавайте вопросы. Если есть вопросы, тот же чат пишите, я сразу же его увижу. Если вы согласны с правилами, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, чтобы мы начали некое взаимодействие с вами. Вижу плюсы, пошли. Супер. Спасибо вам, спасибо, спасибо, увидел. Ну чудесно. Давайте тогда с вами будем дальше разбираться. Если кто-то не согласен, ну давайте тогда тоже разбираться, но уже, наверное, потом, после занятия нашего. Итак, причины стресса, почему у нас может возникать. Давайте начну с того, что спрошу вас. Как вы думаете, вот из-за чего в вашей жизни возникает стресс? Вообще, как бы вы его даже, наверное, охарактеризовали? Вот какая ситуация вызывает у вас стресс и почему? Как вы думаете? Давайте такой вопрос в аудиторию уйдет. Пока вы пишете, на это тоже, конечно, нужно время, я озвучу, из-за чего у меня возникает стресс, потому что я тоже живой человек, у меня тоже стресс бывает, естественно, причем достаточно часто, я по структуре своей психики сам по себе тревожный человек, и это не сильно можно поменять. Ну то есть это можно с этим жить, научиться, но поменять, переделать себя, это очень сложно. Из-за чего у меня возникает стресс? Наверное, из-за того, что не соблюдаются какие-то недоговоренности. То есть я вот ожидаю, что будет происходить вот так, вот определенным образом. Ну и серии мне присылают ссылку на вход, по которой я должен присоединиться к определенному собранию, где мы будем что-то обсуждать. Время подходит. Я как вежливый человек за пять минут пытаюсь зайти, и оказывается, что логин, пароль не подходит, либо что-то еще, какие-то другие причины. Я начинаю экстренно звонить людям, начинаю выясняться, что кто-то там занят, кто-то не может говорить. И вот эта ситуация, она, конечно, не очень хороша, потому что оказывается, что другой человек, когда мне высылал некие данные, он их не проверил, там где-то ошибка произошла. Ну вот это меня очень сильно вгоняет в стресс, потому что я сам по себе стараюсь проверять все время, что я отсылаю. Конечно, человеческий фактор нельзя исключать, но вот это, конечно, неприятно бывает. Ваши ответы. Так, новая неизвестная ситуация, нагруженность города. Вот с городом соглашусь, потому что я сам по себе из Подмосковья, из города Раменское, переехал в Москву уже больше пяти лет назад, можно сказать, что давно. И в целом сравнивать город родной, либо какие-то города, куда я езжу отдыхать, тот же Крым недавно был там, там совершенно другой темп жизни, и Москва, она, конечно, очень сильно выматывает. Иногда хочется просто закрыться, где-то посидеть, чтобы не трогать. Такое тоже бывает. Татьяна. Несовпадение ожидания реалия. Согласен с вами. Ну это фактически то, что я озвучил, у нас с вами немножко пересеклось. Несоответствие ожидаемого действительно. Когда ситуация складывается не так, как ты этого хочешь. У каждого свои причины, Светлана, согласен с вами абсолютно. Алексей. Очень срочная и важная задача от руководства тоже часто вгоняет в стресс. Эффект неожиданности и ответственности за результат. Понял. Алла. Выход из зоны комфорта. Ну, супер, супер. Мы собрали с вами такой небольшой списочек из того, что может происходить в нашей жизни. Немножко расскажу про зону комфорта, раз она прозвучала в двух словах. Про зону комфорта все время говорят, что из нее нужно выходить, но никто не говорит, куда. Поэтому четко спрашивайте, если нужно выходить, то куда выходить. Это очень сильно упрощает, потому что вы выходите из зоны, которая вам нормально и комфортно, и вам в ней хорошо, вас посылают куда-то в неизвестность, и куда идти-то непонятно. Везде, куда придешь, все будет нехорошо. Так не надо. Лучше выяснять, куда конкретно. Если собрать небольшой списочек, то в целом, конечно, ситуации у всех разные, можно их немножко систематизировать. Во-первых, это конфликтная ситуация с другим человеком. Это может быть работа, дом, друзья, посторонние люди, ссора, шли по улице, нас кто-то заделал, что-то еще. Да все что угодно. Вот это очень часто является именно причиной стресса. Потому что конфликт может быть на пустом месте, но по большому счету вот вам причина стресса. И очень часто мы с этим стрессом ходим. Просто у нас в голове есть, мы с ним ходим, 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 ходим. Ничего хорошего не получается. Второе, это недовольство. Недовольство своим внешним видом, окружающими людьми, какими-то успехами, либо неуспехами на работе. Самореализация в мире, окружающая обстановка, уровень жизни. Каждый выбирает то, чем он недоволен. Это может быть еще ситуация в стране, ситуация с общественным транспортом. Все что угодно выбирайте. То есть в любом случае недовольство, оно может быть. И это та вещь, которая копится. Если мы говорим про положительные и отрицательные события в нашей жизни, то есть если мы сейчас откроем, давайте я при вас проведу эксперимент. У меня есть возможность сейчас открыть сайт, допустим, РБК новостной. Я его прямо при вас открываю и зачитаю новости. Давайте мы оценим количество положительных и отрицательных новостей в ленте. Итак, начинается с хорошего. Наверное, для кого-то французские виноделы решили возобновить поставки шампанского в России. Так, Захарова заявила о связи разработчиков умного голосования с Пентагоном. Женщина привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи. Во Франции арестовали, ну и так далее. То есть список можно продолжать очень долго. И суть в том, что вот этих вот негативных событий, как мы их зачастую трактуем, гораздо больше в нашей жизни, чем неких позитивных. Это опять-таки наша трактовка. И суть-то в том, что на самом-то деле их ни больше, ни меньше, мы их лучше запоминаем. Мы эволюционно так развивались, что что-то хорошее этой серии вот произошло и произошло. Но плохое, оно может нас, с точки зрения той же эволюции, убить. Мы не убежали от тигра, нас съели. Поэтому нужно беречься всех кустов, которые трясутся рядышком. Может быть, там сидит тигр. Мы должны обращать на это внимание. Это более важно для выживания. Поэтому мы больше делаем акцент на негативе. И опять-таки, вот то недовольство, не факт, что это на самом деле есть, эти события. Но негатив копится. Чем больше мы в нем варимся, тем больше у нас это в голове остается. Поэтому сразу забегу вперед. Один из первых советов. Постарайтесь все-таки в реальности находиться. То есть если мы говорим, что есть негатив, постарайтесь его как-то уравновесить позитивом, найти что-то хорошее. В своей жизни. Не обязательно в этой ситуации, а просто хорошее в жизни. Событий масса. Можно их увидеть. Даже в пасмурном каком-то дне. Вот сегодня в Москве достаточно пасмурно. Тоже это можно сделать и увидеть. Это один из первых советов. Попробуйте уравновесить. Это уже осознанное действие. Потому что неосознанно мы себя загоняем в это недовольство. Нужно постараться осознанно выходить во что-то хорошее. Третье, что может быть связано со стрессом и являться ее причиной. Нехватка денег, долги. Но тут, я думаю, для вас не секрет, что материальное благосостояние наше, оно очень важно. Потому что деньги – это некий ресурс. Если раньше ресурс – это был мамонт, пещера свободная, занятая, да все что угодно. То сейчас, по большому счету, аналог всего этого – это деньги. Соответственно, чем больше денег, тем внутренне у нас больше некого ресурса для действий. Вот, собственно, и все. Если у нас этого не происходит, то мы начинаем испытывать стресс. Четвертое, длительное отсутствие отпуска и вообще полноценного отдыха от повседневных дел быта. Тут, опять-таки, если говорить про нашу жизнь, не у всех, как я понимаю, не все из той же самой Москвы, скорее всего. Возможно, все. Я не знаю вашей географии. Суть в том, что чем меньше город, тем там зачастую проще жить и в целом меньше времени, проще с точки зрения той же дороги. Потому что в Москве для того, чтобы добраться до работы одной из своих предыдущих, я ездил полтора часа в одну сторону. Это как бы еще не очень много. Получается, я жил на Семеновской, на востоке Москвы, а добирался на север, на Алтуфьево. Вот полтора часа в одну сторону, три часа в день на дорогу. И я бы не сказал, что это сильный отдых. Если бы я ездил на машине, ну, соответственно, отдыхать в это время не получалось бы. То есть это тоже некая работа. И у человека вообще взрослого очень часто бывает так, что он не отдыхает. Это одна из самых больших проблем, один из самых больших признаков стресса. Если мы не отдыхаем, это очень плохо. И это не говорит о том, что мы должны работать много, то есть нужно быть трудоголиками. Но нет, это больше про то, что мы не можем в наш день уместить все то, что нам хочется, и нужно что-то с этим делать. Жить так не советую. Следующая причина. Рутинная жизнь с отсутствием или малым количеством положительных эмоций перемен. Тут я вспоминаю всегда, когда привожу этот пункт про своих родителей. Они достаточно пожилые люди уже, росли в СССР, родились в СССР. То есть все по полной программе. И им достаточно сложно что-то менять. И как раз-таки вот одна из причин стресса у них, потому что они сидят в своем мерке, и все, что происходит вокруг, для них это стресс. Все какие-то события вокруг, что-то там произошло, кто-то кого-то обманул, да все что угодно. Любые негативные события, они вызывают у них гигантский стресс, потому что они закрыты от перемен. Они не воспринимают этот мир как что-то такое меняющееся. То есть мир для них, вот как СССР для них был четко запланирован. Грубо говоря, они закончили школу, потом четко понятно, в какой вуз они пойдут. После этого четко понятно, куда их распределят, в какой город. И они там работают, работают, работают. Сейчас уже другой мир, но они живут в прежней парадике. Вот там вот они живут, не здесь, не в нашей жизни. Поэтому постарайтесь внутренне принять, что наш мир, он очень сильно поменялся, он другой. И он будет меняться все быстрее и быстрее с каждым годом. Чего только не будет происходить. Ну вот это уже наша реальность, нам в ней жить. Мы либо ее принимаем, либо делаем что-то нехорошее. Следующее. Длительные хронические заболевания, если они как-то влияют на внешний вид, на нашу физическую форму или болезни родственников. Тоже очень часто может быть связано со стрессом, потому что все-таки мы в людском обществе живем. Но объективно, если что-то происходит с нашим внешним видом, очень сильно влияет. Очень сильно влияет, мы очень часто выходим просто из общества, изолируемся, что-то с нами случилось такое. Тоже касается физического состояния, потому что мы просто, ну опять-таки в эпоху интернета, конечно, не настолько все это сильно сказывается, но все-таки не сказал бы, что можно свободно передвигаться по городу, прям вот куда угодно попасть, если по какой-то причине затруднено передвижение, либо что-то там с руками, с ногами. Не всегда это возможно, естественно, тоже стресс гигантский. Смерть родственника или просто близкого или знакомого человека тоже влияет, потому что, ну, раскрою вам небольшой секрет, стресс у нас бывает и положительным, и отрицательным. Ну, про само событие, скорее, это все рассказывается. Соответственно, смерть родственника, близкого, знакомого, это, естественно, для большинства из нас что-то не очень хорошее. Вместе с тем, вот, допустим, может быть, это не очень красиво прозвучит, но для меня смерть моего близкого друга в УЗИ еще, то есть мы хорошо дружили, единственный, наверное, человек, с кем я хорошо общался, он умер, разбился на машине, и это тот человек, благодаря которому вот этому событию, опять-таки, некрасиво, наверное, прозвучит, но я взялся за ум, и я стал работать, что-то делать, потому что я посмотрел, то есть вот близкий умер, все пристегнулись к машине, он не пристегнулся, все выжили, он нет. И это показало мне, что как-то, наверное, стоит работать, что-то делать, потому что внезапно вот отличник с прекрасными перспективами умирает, ну вот, ну как есть. Всем и смертно, такое возможно, поэтому, да, это стресс, но что из этого мы вынесем, это уже наш выбор. Следующий недостаток в организме витаминов и микроэлементов. Четко это понимаю на примере того, как я себя ощущаю после приезда из отпуска, когда я питался, допустим, на Азове в июле, там, конечно, очень дешевые вкусные фрукты, и просто совершенно другое питание, набрался витаминов, сколько сил после этого было, просто невообразимое количество. В Москве, конечно, не всегда это возможно, но опять-таки фрукты у нас недешевые бывают, такое тоже есть. Можно восполнять зимой все это при помощи витаминов, микроэлементов, это крайне важно, потому что физически наш организм заточен на то, чтобы мы это получали. Если мы это не получаем, определенные вещества, они вырабатываются, ну вот вам стресс, собственно. Следующее. Просмотр душевных фильмов или, наоборот, фильмов ужасов тоже, естественно, вызывает стресс. Тут без этого никуда. Следующее. Частые страхи, особенно перед смертельными заболеваниями, в нашей эпохе, это скорее рак, мнение окружающих людей, страхи перед старостью, перед маленькой пенсией. То есть мы впереди, все, что происходит, мы прогнозируем, что-то нехорошее произойдет, вот ужасное. И это начинаем крутить в голове и рисуем себе ужасное будущее. Такое тоже возможно, тоже причина стресса. Одиночество. Как ни странно, в группных городах зачастую бывает сложнее найти себе близкого человека, чем в маленьких. Это обусловлено тем, что существует огромное количество выборов. И мы перебираем до бесконечности в результате, вместо того, чтобы остановиться на чем-то одном, на каком-то человеке, с которым придется, возможно, мириться, но жить вместе, общаться, быть просто рядом, лучше перебирать до бесконечности. Так многие поступают в результате одиночества, стресса. Чрезмерная физическая активность или же неблагоприятные условия окружающей среды. Холодь, жара, дождливая погода, атмосферное давление, да все, что угодно. Вот все, что у нас за окном происходит, очень часто это очень сильно влияет на наш стресс. Когда бесконечные дожди, мой прекрасный, любимый Петербург, ну там, я не знаю, смог бы я жить постоянно, то есть наездами, да, постоянно, что-то я не уверен, потому что там погода не очень мне нравится. Я, знаете, столкнулся один раз, что вот я стою на одной улице, у меня град с дождем, я заглядываю за угол, а там светит солнце. При этом через пять минут ситуация поменялась, и задул какой-то ужасный ветер, чуть ли не со снегом. Я не знаю, это Петербург. Поэтому погода очень сильно влияет. И крайний пункт касается резкой смены окружающей обстановки. Это может быть смена места жительства, смена работы, все, что угодно. Очень сильно тоже влияет. Соответственно, выбирайте себе причину, которая вам больше нравится, которая вам больше подходит. Можно выбрать несколько, и по большому-то счету, зачем это озвучено. Причин стресса очень много, и воздействовать на них нужно точечно. Потому что если мы берем, знаете, тяжелую артиллерию, и бьем именно по всем сразу причинам, пытаемся разобраться со всем, ничего не получится. Нужно точечно разбираться с причинами стресса. То есть вот что у вас возникает, с кем мы работаем. Совсем не надо работать, вы слишком много сил потратите, тем более если по той или иной причине у вас уже хронический стресс, работайте с чем-то небольшим. Сразу много брать не нужно, ничего хорошего из этого не выйдет. Что обычно мы делаем при стрессе? Ну, конечно же, пытаемся не обращать внимания. Грубо говоря, мы всегда так жили, вот у меня родители так жили, вот у меня бабушка так жила. Все, мы так пережили, и ты переживешь, и ничего с тобой не случится. Все будем так жить, все там придется терпеть. Ни к чему хорошему в нашем мире это не приведет. То есть если мы говорим про Советский Союз, возможно, тогда эта схема работала. Сейчас мир настолько быстро меняется, что просто не обращать внимания не сработает уже. Ну вот физически не сработает. Второе. Решаем не те задачи. Грубо говоря, получается, что мы вместо того, чтобы разбираться, допустим, с тем, что у вас стресс, ну, допустим, от того, что вы постоянно ездите туда-сюда, у вас работа, допустим, два с половиной или три часа, я таких людей знаю, то ездят три часа в одну сторону от дома на работу. Такое тоже бывает. Я насмотрелся на них, когда был студентом, вот наше направление от Раменского. Там много кто так ездит. То есть вот у них три часа в одну сторону на работу. И вместо того, чтобы разобраться именно с этим, они начинают решать какие-то сторонние задачи. Ну, если вот у меня сейчас стресс, это, наверное, потому, что я немодно одеваюсь. Надо одеться модно. Сто процентов. Ой, что-то не помогло. Давайте решать. Вот с питанием, наверное, у меня что-то не так. Давайте с питанием работать. Нужно выделять именно те задачи, с которыми мы будем работать. То есть не просто все, вот что нам в голову пришло, нужно сидеть и думать. Значит, стресс у меня вот по этому поводу, я с ним разбираюсь. Следующее. Пытаемся справиться со стрессом неработающими способами. Где-то мы там что-то услышали, нам что-то рассказывают. Вот это помогает. Нужно просто попить таблеточек. Вместо того, чтобы разобраться, покопаться, я вам открою секрет. Мне всегда таблетки нужны. То есть как психолог, я на самом деле своим, как это правильно выразиться, людям, давайте, кто ко мне приходит на консультации, консультируем им. Я не всегда рекомендую вообще митигометозное какое-то лечение, потому что по большому счету очень много вещей у нас просто в голове. Соответственно, если мы пытаемся решить самыми простыми способами, не всегда они действуют. Да, они иногда работают. Иногда они оказываются хорошими, рабочими, прекрасными. Ну, окей. Но не всегда они работают, поэтому имеет смысл работать именно с теми инструментами, которые помогут именно вам. И не зря я говорил про то, что сначала определяем причину, то есть с чем мы работаем конкретно. Вот у меня есть некая причина моего стресса, самая большая, и потом я уже с ней работаю. Тут есть аналогия с некими садовыми, возможно, инструментами, потому что, грубо говоря, у нас есть лопата, у нас есть грабли. То есть граблями мы собираем все, что налетело. Снег, не снег, простите, листья какие-то, и лопатой копаем. Копать граблями не получится, ну, точнее, получится, но не очень продуктивно. То же самое связано с лопатой. Собирать лопатой листья нехорошо. Можно, но нехорошо. Подбираем инструменты под задачу, способы. И самое распространенное – ищем волшебную таблетку в стрессе. Вот просто волшебная таблетка. Самое простое – это если кто-то за нас это решит. Вот давайте мы будем искать каких-то специалистов, которые за нас все сделают, мы работать не будем, значит, мы не будем с собой что-то, свою жизнь менять, не будем себе признаваться в том, что у нас есть какие-то проблемы. Вот, волшебная таблетка. И очень часто, вот именно почему она так называется, потому что люди ожидают, что я выпью какую-то таблетку, минимальное количество усилий, я ничего не сделаю, но при этом моя жизнь поменяется. Это может быть какой-то джинн, вот я найду исполнителя желания, он мне все сделает. По большому счету, в исчезающих редких случаях это работает, когда человеку что-то вот так вот резко прям сразу помогает. Но для большинства и в большинстве случаев все, что мы видим вокруг – это полномерная работа, день за днем. И то же самое, что касается стресса – это день за днем работа. Это просто некая данность нашего с вами мира, нашей с вами реальности. И что конкретно не стоит делать при стрессе? Во-первых, не стоит пытаться не обращать внимание на стресс. Вот так вот, знаете, вот есть у лошадок такие шоры, которые им огораживают просмотр, чтобы они не могли по сторонам смотреть. Они спокойненько себе бегут вперед. Вот эти вот шоры надевать не нужно. Если вы чувствуете, что у вас возникает стресс, так или иначе, вы видите, что он у вас есть, не пытайтесь не обращать на него внимания. Посмотрите на него. Это то, что есть. Это некий сигнал вам к тому, что что-то происходит в вашей жизни. Вы живой, во-первых. То есть человек, который находится в депрессии, для него по большому счету внешние раздражители, они не имеют хоть каких-либо вообще значений. Это просто что-то пролетело вокруг, неважно, все плохо, все отвратительно, и сил ни на что реагировать нет. То есть вы живой, если вы испытываете стресс. Причем стресс может быть и хороший, и плохой, и положительный, и отрицательный, и может вам нести кучу эмоций. Это нормально. Значит, вы живой человек. Второе. Не стоит использовать симуляторы, чтобы заглушить стресс. Что такое симуляторы? Вы многих таких людей видите, по крайней мере, пока я добираюсь до метро, я встречаю как минимум человек 10, кто использует стимуляторы. Те или иные. И у меня девушка, в принципе, с утра тоже стимулирует себя при помощи кофе, пытается проснуться. Многие курят, многие пьют, пытаются стресс заглушить, забить. Все по-разному. Стимуляторы у всех разные. И по большому-то счету не рекомендуется это делать. То есть дозировки со временем растут, потому что организм привыкает, но, соответственно, либо мы привыкаем к тому, что у нас есть, и просто продолжаем это делать, даже когда нам уже тоже не нужно. И по большому-то счету то же самое курение – это некая привычка. Многие начинают курить именно из-за стресса. Кто-то из-за того, чтобы показаться крутым, такое тоже бывает. Многие из-за стресса, ну и, соответственно, это остается некая привычка, и человек начинает испытывать стресс, когда не покурит. Вот та самая зависимость, некая ломка. То есть вам добавляется еще один пунктик к стрессу. Оно вам нужно, если его и так немало. Следующее. Не рекомендуется вымещать эмоции на ком-то. Что это значит? Значит, что мы зачастую на работе терпим, у нас некий стресс, у нас ситуация, с которой мы не можем справиться, на нас, допустим, руководитель повышает голос, да все что угодно. При этом при всем мы не высказываем руководителю, но когда приходим домой, там наши близкие, это наша безопасная зона, поэтому можно на кого-то накричать, выместить свои эмоции. Домашние животные вообще безответные. Не рекомендуется это делать. Почему? Потому что по большому счету, во-первых, вы свои эмоции направляете не туда. То есть если у вас возникла эмоция по отношению к человеку, лучше вернуть эту эмоцию самому человеку, а не оставлять себе, ну, либо на кого-то другого направлять. Во-вторых, это образовывает у вас в мозгу нейронные связи, которые говорят вам, что вот если сейчас я, допустим, пришел домой, ребенку дал подзатыльник, потому что был злой, а он там что-то накосячил, и мне ничего не случилось. Нейронная связь в следующий раз с большей вероятностью заставит вас сделать именно то же самое. То есть вы просто вводите у себя привычку вымещать эмоции на ком-то другом. Ни к чему хорошему это не приводит, это тоже вас отдаляет от самой ситуации решения стресса. Четвертое. Не рекомендуется концентрироваться на стрессе, то есть сидеть и говорить, «Все, попало, я просто все, все, кошмар, ужасно, что же делать?» Ну и так далее. То есть чем больше вы на нем концентрируетесь, тем вам становится хуже. Если вы концентрируетесь ненадолго для того, чтобы разобраться конкретно, что за стресс, что это, почему, это больше аналитическая работа. Если мы говорим про концентрацию на стрессе, это эмоциональная наша составляющая, то есть мы эмоции задействуем. А больше лучше аналитику задействовать, чем концентрироваться на эмоциях. Вы в них висеть будете очень долго. Хотя есть такой способ именно работы с сильными эмоциями, когда, допустим, если мы очень сильно грустим, мы пытаемся эту эмоцию очень сильно развить. Ну как будто, вот представьте, что если вы грустите на 50% из 100, вы берете и эти 50% искусственно наращиваете до 100. То есть прям начинаете пробовать рыдать, стянать, кричать, «О, Господи!» Ну и, соответственно, вот запас энергии, который был на 50%, он у вас растрачивается быстрее, и вы эту эмоцию быстро проживаете. Но это некий быстрый способ, который не решает саму проблему. То есть если просто нужно быстро войти в ресурс, ну, такое возможно иногда, не всегда. И пятый пункт – не рекомендуется пускать все на самотек. То есть то, что я и говорил из серии, ну и так пройдет само по себе. По-хорошему этого не делать. То есть если вы заметили, что это происходит, необходимо разбираться. Что же вам даст сил? По большому счету, что нам нужны? Силы нам нужны, во-первых. Друзья и близкие. Без этого никуда. Все мы социальные люди. И даже у глубоких-глубоких интровертов все равно есть друзья и близкие. Будьте с ними. Это очень важно, это нужно. И ощущение человека рядом, даже может быть не физически рядом, а то, что можно кому-то позвонить. Это важно. Есть такой небольшой тест на именно близких людей. То есть ответьте себе сами на вопрос. Не нужно писать, просто сами себе ответьте, подумайте. Есть ли три человека в вашей жизни, которым вы можете позвонить в любой момент, хоть ночью, и попросить о помощи? Вот если три человека есть, минимум, то значит у вас есть хорошие близкие друзья. Если такого нет, значит, наверное, стоит над этим поработать. Второе, что даст вам сил в борьбе со стрессом, в работе со стрессом, это хобби. Хобби очень сильно переключает наш мозг, потому что по большому счету, если мы концентрируемся на чем-то одном, вот мы сидим там и сидим. Вот замечательно. Хобби переключает. И не обязательно прям вот становиться профессионалом в каком-то деле. Я как человек, который сменил кучу хобби, не скажу, что я где-то стал профессионалом. Но у меня другая цель. У меня цель переключиться. Мне это интересно. Да, я некоторое время поработал, что-то поделал, много хобби. Это весело, весело, весело. Все, потом переключается на что-то другое. Свою функцию она выполнила. Третье. Цели в жизни. Если у вас есть некая гигантская большая цель, некая миссия, ради чего вы живете, понимаете, миссия это про мир в целом. И вот эти какие-то мелочные вещи, что меня там кто-то толкнул на улице, ну поверьте, это ни о чем. То есть в масштабах вселенной это просто какая-то вот смышиная возня небольшая. Стремитесь выше. Четвертое. Ну, конечно, психолог. Можно его использовать для работы со стрессом, что даст вам сил. Ну и пятый пункт, не могу не упомянуть. Курс стресс-менеджмента, на который я вас буду сейчас звать всех, конечно же, в центре специалиста. Он будет проходить достаточно скоро. И что, какие компетенции у вас будут после курса. Во-первых, научитесь четко понимать все, что у вас происходит именно в плане стресса. То есть какие вообще существуют факторы, по каким симптомам внутри себя и снаружи по физическим причинам, по интеллектуальным, эмоциональным. Я пойму, что я в стрессе. Потому что иногда бывает, вот заработался и, ну, вроде так и должно быть. Нет. Надо с этим работать. И нужно плотненько с этим работать. Второе. Как применять стресс-менеджмент в управленческой деятельности и, в принципе, в работе вашей тоже. Управленческая здесь зачастую заключается именно даже в управлении собой, своими эмоциями, своей жизнью. И, собственно, как разбираться с ситуациями, которые спровоцированы самим стрессом. Курс, который у нас будет проходить, он стартует 18 сентября. Понятно, что в современной методике и технике расскажу даже о, собственно, самой теории, которую в русском языке, на русском языке я пока особо не встречал. То есть в английском, в английской литературе она есть. Ну, в нашем интернете, в переводе, как таковой, ее особо даже и нет. Вот тоже расскажу про это. Стоимость от, потому что существует онлайн-формат, существует онлайн-офлайн, как хотите, подключайтесь. Старт, как я вам уже говорил. Ссылочку кидаю с другого аккаунта, она вам пришла в чат, сможете перейти, зарегистрироваться, посмотреть все условия. Ну, и один из очень важных пунктов, если не хотите целенаправленным с стресс-менеджментом работать, есть курс, который очень хорошо помогает именно со стрессом проработать. Вот я на своем примере, как инженер, который не умел говорить после диплома Экл, Декл, Мекл. Сейчас я преподаю ораторское искусство сам по себе. И в целом скажу, что ораторское мастерство это один из тренингов, один из форматов, который очень хорошо помогает развить все, что связано со стрессом. Очень хорошо помогает, потому что это взаимодействие с людьми, это неизвестность, неопределенность, куча факторов, которые мы прорабатываем. Ну, вот, собственно, спешу вас пригласить. То есть, если кто-то захочет сюда, здесь осталось буквально несколько мест, потому что у нас 15 человек ограничений на группу, больше обычно не берем, там уже 12 или 13 человек, то есть немного мест. На стресс-менеджмент побольше, поэтому кто хочет туда, соответственно, записывайтесь. Ну и не могу не сказать завершение, все, что связано с программами обучения, есть различные форматы. В случае с стресс-менеджментом, это очное обучение, то есть вы приходите в аудиторию, там сижу я, с вами беседую, вы можете со мной лично пообщаться, есть индивидуальное обучение, есть открытое обучение, но оно будет чуть позже, то есть не сейчас открытый курс. Ну и по большому счету вебинары, то есть вы подключаетесь онлайн, как сейчас, ну и мы с вами работаем точно так же по презентации, выполняете задания, ну и работаем с ними. Ну что ж, коллеги, выслал вам все ссылки, все рассказал, не могу не спросить, остались ли у вас вопросы по нашей сегодняшней теме, по самому финалу. Если остались вопросы, пишите. Если вопросов нет, то для себя опять-таки подведите небольшой итог, напишите буквально там одно-два слова, можно вот даже прям действительно одно-два слова, что ценного сегодня было, что для себя, какой вывод сделали. Может быть что-то интересное у вас открылось. Может быть какое-то решение приняли, что-то интересное изучить, посмотреть, попробовать, покопаться в чем-то. Пока вы формулируете, возможно, мысли, либо пишете, озвучу, почему я это делаю, потому что по большому счету у нас в голове есть определенная схема восприятия. Наш вебинар начался в 18.30, 19.15 плюс-минус он должен закончиться, соответственно, человек лучше запоминает то, что было в начале и то, что было в конце. Поэтому, если вы для себя подводите некие итоги, краткие, не обязательно там расписывать всю мою презентацию, а краткая серия, для меня было важно, вот это я ухожу вот с этим. Вы сами для своего мозга оставляете такой отпечаток, потому что можно сказать, ну да, было нормально, либо было нет, ненормально, ничего интересного я не узнал. Зафиксируйте, попробуйте сами, что было интересно, что было интересно, ну и так далее. Татьяна пишет, не баловаться стимуляторами, а хобби имеется. Супер, чудесно. Вот по поводу стимуляторов сразу скажу, что давайте, вот все, что я вам озвучил, давайте мы не будем это в абсолют возводить, то есть если полностью отказаться, значит мы полностью прекращаем все, что связано со вкусняшками различными, вредной пищей, полностью отказываемся от нее, алкоголь полностью исключаем, ведем полностью всегда хороший, прекрасный, здоровый образ жизни, но давайте будем объективны. Мы люди, и иногда хочется себя чем-то побаловать, вредным особенно. Ну и алкоголь, это составляющая нашей культуры, я никого не призываю его использовать, но тем не менее, ничего нет плохого, чтобы там раз в неделю, в две, в три немножко алкоголя использовать, почему бы и нет. Такое есть, такое есть, и это часть нашей культуры, такое бывает. Главное не злоупотреблять и следить за динамикой, то есть если вы все чаще и чаще, не очень хорошо, не очень хорошо. Алла, молодец, двигаюсь в верном направлении по выходу из стресса. Супер, чудесно, рад это слышать, Алла, спасибо вам. Татьяна, мозг не работает без вкусняшек, факт. Вот, вот да. То есть вопрос в том, сколько этих вкусняшек, потому что мы можем чрезмерно все это делать, но вот знаете, если человек, допустим, рос в достатке, для него понятие вкусняшек уже совершенно другое. Вот я рос не совсем в достатке, поэтому для меня до сих пор, знаете, какая-нибудь вредная пища из серии Макдональдс, KFC, вот это вот все, оно доставляет некое удовольствие. То есть тот, кто рос в достатке, для них не всегда это возможно, потому что они часто в детстве там были. Вот то же самое, то есть человек постепенно ко всему привыкает, и поэтому вот эти вот вредные вещи, они иногда являются неким стимулом таким, вот знаете, я сейчас поработаю, и в конце месяца что-то получу, схожу в какой-нибудь ресторан, который давно хотел. то есть мозг мы должны им управлять, понимаете, вот если кто-то из вас сталкивается по роду деятельности с управленческой деятельностью, это как с подчиненным, то есть мы его держим в контроле, вот мы его немножко отпустили, и он пошел в разнос, все началось, видишь, что контроль не ведется, ну и так далее, пошло, началось. То есть мы им должны управлять, это наш мозг, все-таки мы рулим мозгом, не он нами должен рулить, это просто орган, но по большому счету здесь такая ловушка мышления, но это уже другой момент. Так, больше всего интересен был материал про то, что мы делаем при стрессе неправильно. Спасибо, Светлана. Илья, в нашем мире есть компьютерные игры, а также на телефонах всякие приложения. К чему это относится, к хобби, стимуляторам или к чему? Вредно ли их использованию в виде погасить стресс? Но опять-таки, сколько мы играем и что мы используем? Вот я, допустим, как человек, который любит поиграть, я много играл в УЗЕ, я много играл, ну не в онлайн игры, а в зависающие там всякие, а именно просто какие-то там гоночки, стрелялки и так далее. Сейчас я тоже периодически играю, но вопрос в том, это мое свободное время я трачу именно вот так вот, и действительно мне становится проще после этого. То есть у меня четко фиксированный промежуток времени, я там играю где-то минут по 30, не больше. Вот я 30 минут ставлю, ну плюс-минус там со всякими миссиями, разбросами, и мне после этого комфортнее, мне хорошо, я не заседаю там днями. Вот я 30 минут поиграл, стресс упал, все, это некий способ, который мне помогает. Я не испытываю от этого зависимости. Главное, без перекосов, понимаете, вот эти приложения, да, почему бы и нет, если это помогает, можно. Но опять-таки, мы действуем в рамках нашего уважаемого уголовного кодекса Российской Федерации, все, что разрешено, можно использовать в рамках приличия и норм. Как-то так. Юлия, для меня больше был важен совет искать положительные в отрицательных событиях. Иногда это действительно сложно сделать, особенно, когда тонешь в отрицательной ситуации долгое время. Да, это действительно так, и тут, понимаете, очень хорошее здесь есть упражнение, которое касается именно поиска положительного, можно начинать делать постепенно. То есть, не просто там, сейчас я 10 пунктов напишу, то есть, вот как пишет в интернете, вы там залезете, вот это примерно тот же совет, что выходите из зоны комфорта, то куда не говорят. Начинайте с чего-то одного, то есть, если сложно написать какое-то событие, вот список из хороших событий в течение дня, попробуйте найти хотя бы что-то одно. Ну, из серии, мне понравился вот сегодня вкус кофе, который я пил. Это уже положительный, это начало. Ваш мозг, вы просто постепенно будете простраивать это. Сегодня одно, завтра постепенно тоже одно, но может быть предпосылки ко второму были. И так постепенно, полегоньку, потихоньку, но, смотрите, будет момент очень важный. Наш мозг, он всегда делает примерно одинаково, то есть, как только вы начнете разгоняться, то есть, начнут строиться новые нейронные связи, настанет обязательно день, когда вы найдете либо меньше, чем у вас было до этого, допустим, пять вариантов вы стали находить, но в один день вы даже одного не сможете найти. такое возможно. И с этим нужно просто смириться и на следующий день постараться идти дальше, найти что-то еще и наращивать заново, то есть, не останавливаться. Вот это очень важный момент. Нашли, ну, так получилось, вот такой вот день, да, одно какое-то событие, все остальное было нехорошее, нечего выдумывать. Вот просто не получается выдумать, ну, не стоит мучиться настолько прям сильно. Да, можно, ну, главное просто тенденция, главная тенденция, не то, что сейчас, а тенденция. Юлия, психолог посоветовал вернуться к Коби и снова писать картины, что я стараюсь делать. Фудесное Коби, спасибо вам. Ну, что ж, коллеги, если что, давайте на всякий случай, а, вот поступило еще несколько вариантов, физическая нагрузка, особенно цикличная, бег, плавание, вело, т.д. хорошо помогает переключиться и освободить мозг от негатива. Алексей, согласен с вами, я не смог долго заниматься циклической нагрузкой, я занимаюсь единоборствами, мне гораздо проще, потому что там подрался в пределах нормы, в пределах зала, все хорошо, выместил вот эти все штуки и стало гораздо проще, мне так комфортнее. Илья, было очень интересно слушать информацию, ага, почитать, так, с друзьями было очень полезно, то есть, супер, спасибо. Ну, что ж, коллеги, давайте на всякий случай я напишу, свою почту рабочую, если будут вопросы по курсу, спрашивайте, соответственно, если что, с удовольствием вас буду видеть, так, все правильно, так, акапнинспециалист.ру, все верно, с удовольствием вас буду видеть на курсе, который пройдет у нас 18-го, то есть, через недельку, он небольшой, всего на один день, поэтому, приходите, буду рад с вами проработать какие-то вопросы, если они у вас, конечно, будут, а так, хочу с вами попрощаться, желать вам хорошего вечера, наверное, уже, возможно, у кого-то ночь, зависит от часовых поясов, всего хорошего вам, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok